Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Явка на муниципальных выборах в Самарской области составила почти 36%. Какие партии получили право на депутатские мандаты? Семь новых арт-объектов представили самарцам в день города, оценили муралы губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. На связи не только с родными, но и с волонтерами. Ветеранам Самарской области вручили мобильные телефоны. Председатель обл. избиркома Вадим Михеев подвел предварительные итоги выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области. Напомню, в регионе проходили 312 кампаний, количество замещаемых мандатов – 3212. В целом по области явка на выборах составила 35,63%. Право на депутатские мандаты получили «Единая Россия» – 2865, «Справедливая Россия» – 59, «КПРФ» – 25, «ЛДПР» – 38. Партии «Новые люди», «Яблоко», «Зеленые» и «Родина» по одному мандату. 214 мандатов получили самоводвиженцы. Самара отметила свой день рождения. Городу исполнилось 434 года. Поздравить жителей приехали российские и зарубежные художники и музыканты. Торжество длилось три дня. Завершилась праздничная программа КВН-марафоном и большим концертом на площади Славы. Поделятся впечатлениями от увиденного Мария Левина. Вот и куры есть! Эй, ты что, офигел? Ух, ё, это не куры, это лошади какие-то! Илья Пичхадзе в КВН уже не первый год. Команда гимназистов «Перспектива» успела поучаствовать во всероссийских конкурсах и засветиться в играх на федеральном канале. Илья говорит, для него КВН – это общение, позитив и новые друзья. Много проектов, поездки постоянные. Это драйв, это кураж. Все поездки не проходят за даром. Настроение, вы все вместе, командный дух. Это дорогого стоит. Ребята признаются, выступать на дне рождения города и поздравлять самарцев с этим праздником – миссия особо почетная. Днем рождения, Самара! Школьники выступали в марафоне КВН наряду со взрослыми участниками. День рождения нашего любимого города, любимой Самары. И КВНщики несказанно рады выступать на большой площади перед большим количеством людей. Естественно, они собрали самые лучшие шутки. У нас здесь и юниоры, и студенты, и трудовая молодежь. Все супер, все классно. Много участвовали в разных виталинах, посмотрели КВН. Очень клево. Поздравляем Самару с 34-м годом рождения. Желаем только удачи и классного настроения всех. Настроение отличное. Благодарны нашим руководителям, нашему городу за такое прекрасное мероприятие, за такую встречу, за такие хорошие праздники. Молодцы! Настоящим подарком, который самарцы ждали весь вечер, стал концерт легендарного коллектива «Виа Синяя птица». Зрители заполнили весь склон на площади Славы, чтобы послушать любимые хиты. А любовь как сон, а любовь как сон, а любовь как сон, с тобой прошла. В заключении вечера самарцев поздравили с праздником губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. День города мы отмечаем уже по традиции не один день. Целая череда праздничных событий наполнила столицу нашего региона. Нам приехали гости из разных стран, из разных городов нашей великой страны, чтобы поздравить с днем города, чтобы поблагодарить самарцев за их жизнерадостность, за этот красивый город, чтобы подарить свое искусство и порадовать вас своими произведениями музыкальными и живописными. Знаете, наш город замечательно красив, и он, конечно же, богат. Богат энергичными, талантливыми, трудоспособными, заботливыми и любящими людьми. А это значит, что у нашего города великое будущее. Я хочу пожелать вам, чтобы каждый ваш день был наполнен счастьем и радостью. Если будете счастливы вы, то и город будет счастлив и будет стремительно развиваться. Спасибо вам за все. Спасибо за ваши улыбки, за ваш труд, за ваши неразнодушные сердца. Счастья, здоровья. С днем рождения города. Финальным аккордом этого праздничного вечера стал фейерверк с баржи. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. В день города в Самаре открыли семь монументальных настенных картин. Муралы создавали на фасадах специально к этой дате. Арт-проект «Самара Граунд-2020» реализовали при поддержке региональных и городских властей. Задача проекта – сделать Самару центром современного искусства. Олег Зверев одним из первых увидел завершенные работы. Несколько минут и под композицию Дэвида Боуи рождается портрет знаменитого рок-певца. Яркий перформанс, аргентинский стрит-арт-художник и шоумен Малкольм Рокс подготовил на открытии двух своих композиций на домах номер 125 и 154 по улице Молодогвардейской в Самаре. Работу он представил губернатору, главе города и многим поклонникам уличного настенного искусства. В этих муралах, так называют изображения, сразу угадываются аэрокосмические символы Самары. Мастер готов выступить с целой программой шоу, подобных к сегодняшнему. Я готов к любым предложениям – выступать хоть с фейерверками, хоть на большой сцене. Вечером в день города самарцам представили семь новых арт-объектов. Эта картина «Отцы и дети» на фасаде дома на улице Ленинградской символизирует диалог поколений. Вместо голов – цветы, только один, еще только распускающийся, второй – увядающий и уже потрепанный жизнью и непогодой. Автор – казанский художник Рустам Кьюбик. Такие символы, то есть это цветы вместо лиц, вместо головы каждого персонажа, которые символизируют их возраст и состояние. А эту картину на фасаде дома номер 103 по улице Чапаевской написал Арис Бат Сектор, художник из Турции. Своё лицо он скрывает и даже на синхроне остаётся вне кадра. Это сложно объяснить. Это такой большой аквариум, который представляет впечатление о Самаре в стиле Кандинского – галереи жизни, истории река Волга. В линии, как струны жизни, за счёт утолщений проявляется лик Мадонны Леонардо да Винчи. Такая картина появилась во дворе галереи «Юность» Молодогвардейская, 57. Самарский мастер Денис Вертига перенёс на стену эскиз, который специально для проекта предоставил известный художник Егор Остров. То, что в эпоху Возрождения люди делали годами, и прогресс идёт в искусстве, поэтому мурал происходит, и из-за того, что линии утолщаются, происходит волшебство, и то, что делал в своё время в эпоху Возрождения Леонардо да Винчи, можно сделать за два дня. Свою работу на фасаде дома номер 65 по улице Молодогвардейской представил художник Андрей Бергер из Москвы. Его вдохновила энергетика Старой Самары. Он изобразил температурный сгусток. Есть название у произведения? Можем придумать вместе. Нет уж, это всё-таки ответственность авторитет. Когда я рисовал, местные жители открывали окна, общались, рассказали, что здесь в этом доме был пожар не так давно. В общем, какие-то вот такие совпадения мистические, они очень здесь и сплелись. То есть вот из этого места сюда встало. Это не совпадение, это художник чувствовал. Это вам упитанные баритоны. От Адама до наших лет. Потрясающие. Театрами именуемые бритоны. Ариями Ромеов и Джульетт. И далее по тексту. Стихотворение Владимира Маяковского. Приказ номер два. Армии искусств. Этот текст изобразил художник-каллиграф из Санкт-Петербурга Покрас Лампас. По завершении своей работы на Самарской набережной он раскрыл содержание. И торжественно открыл арт-объект для посещения, чтобы ещё многие поколения самарцев могли прийти сюда и попытаться прочитать чёрно-золотой текст авторской каллиграфии. Олег Зверев, Константин Головин. События. В Самарской области непростая ситуация с заболеваемостью COVID-19. По количеству заболевших регион вошёл в первую десятку по стране. За сутки зарегистрировали 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе с начала пандемии – 9944. Такие данные в понедельник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 7 человек. Всего с начала наблюдений из больниц выписали 7 725 пациентов. Число летальных исходов составляет 144. В Самаре готовят дополнительный коечный фонд для больных пневмонии. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Согласно документу, с 14 сентября часть городской больницы номер 7 будет перепрофилирована для приёма больных пневмонии. 145 коек терапевтического и хирургического профиля должны быть переоборудованы в пульмонологические. Также ими станут койки сестринского ухода, сообщается в приказе Минздрава Самарской области. Доходы россиян во втором квартале этого года упали на 8%. Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 5000 рублей в месяц. В августе жители страны взяли ипотеку на рекордную сумму. Об этих и других новостях расскажет моя коллега Виктория Шаре в рубрике «Новости экономики». Виктория, вам слово. Здравствуйте, вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. Доллар упал в цене на 0,64%. Официальный курс доллара, установленный Банком России на 14 сентября, составляет 74 рубля 89 копеек. Евро снизился на 0,63% и стоит сегодня 88 рублей 68 копеек. Стоимость фьючерса на нефть марки «Бренд» с поставкой в октябре 2020 года на бирже в Лондоне снизилась. Цена упала на 1,48% до 40 долларов 5 центов за баррель. Минэкономразвитие прогнозирует в следующем году рост реальных зарплат в России на 1,5%. Что касается реальных доходов населения, то они снизятся на 3%. Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян во втором квартале 2020 года упали на 8% после роста на 1,2% в первом полугодии. Реальные зарплаты в России в первом полугодии выросли почти на 3%. Согласно прогнозу, в 2021-2022 годах реальные заработные платы вырастут на 2,2%, а в 2023 году на 2,5%. Что касается реальных доходов, то в 2021 году ожидается их рост на 3%. Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 5 тысяч рублей в месяц. При этом самая высокая доля затрат на эту статью зафиксирована в Республике Коми. Самая низкая в Ингушетии. Ситуация в сфере ЖКХ является одной из самых острых и обсуждаемых тем в России. В том числе из-за периодического роста тарифов на фоне непрозрачности системы ценообразования и частых претензий к качеству предоставляемых услуг. Для многих россиян оплата коммунальных услуг составляет существенную часть семейного бюджета. И даже небольшой рост тарифов может ощутимо отразиться на уровне благосостояния. В августе 2020 года в России выдано 148 тысяч ипотечных кредитов на сумму 375 миллиардов рублей. До конца года россияне могут взять не менее полутора миллионов ипотечных кредитов на сумму более 3 триллионов рублей. Это рекордная сумма за всю историю ипотечного рынка страны. В целом россияне уже обслуживают ипотечные кредиты на сумму свыше 9 триллионов рублей. По сравнению с августом прошлого года прирост кредитов составил 38%, а сумма увеличилась почти на 60%. Помогла господдержка. Многие семьи воспользовались программой льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых. Кроме того, из-за решения Центробанка на рынке установились рекордно низкие ставки – 4,25%. С момента запуска льготной ипотеки с апреля по август квартиры в новостройках получили 150 тысяч российских семей. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Самарской области, получили сотовые телефоны. Кроме номеров родственников и знакомых, в них есть контакты волонтеров, которые по первому звонку готовы прийти на помощь. Подробности в нашем следующем сюжете. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Васильевич Лялин к приходу гостей надел парадный мундир с орденами и медалями. Кадровый офицер, полковник в отставке, вспоминает, как боролся в годы войны с бандами бандеровцев в Западной Украине. Затем по долгу службы объехал весь Советский Союз и Восточную Европу. Ушел в отставку в Самаре. До недавнего времени работал в ветеранской организации. Праздник Победы считает главным днем в своей жизни. Это священный праздник, святой праздник. Лучше всех праздников, которые празднуют нашу страну. Это волнительный день. Приходят встречаться с ветеранами. Навестил ветерана депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он подарил герою специальный сотовый телефон на две сим-карты с батарейкой, которая долго держит зарядку. Это не просто телефон, не просто средство связи, это экстренное средство оповещения в случае какой-то чрезвычайной ситуации, когда мгновение решает все. В эти телефоны забиты номера полезные и необходимые тревожных дежурных служб, близких, волонтеров, которые закреплены. Есть тревожные кнопки. Мы специально искали, чтобы это были телефоны с крупными кнопками, чтобы молодые люди хорошо его видели. Волонтеры Победы помогли подключить телефон и записать нужные номера. Ветераны 100 благодарят. Очень много слов благодарности я услышала именно организаторам самой акции. То есть прям большое спасибо передают. Мы всегда переполняют нас чувство гордости от того, что у нас живут такие люди, которые тогда в годы войны защищали нашу Родину. Очень всегда приятно с ними общаться и пригодить в гости. Акцию поддержали все операторы из так называемой «Большой четверки». Бесплатный тариф для ветеранов будет действовать постоянно. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Приоритетное внимание – IT. В Самаре определились призеры национального чемпионата WorldSkills в компетенции информационной и коммуникационной технологии. Всего в этом году участие в соревнованиях принимают почти 3000 человек. Мария Елчан расскажет, кто взял бронзу в финале. Прокачать свои навыки в сфере IT-технологии мечтает Вячеслав Гальцев. Он участник Всероссийского чемпионата молодые профессионалы. В колледже парень учился на специальности, не связанной с IT. Но интерес к этой сфере всегда был. Поэтому решил попробовать свои силы и принял участие в национальном чемпионате WorldSkills в компетенции информационной и коммуникационной технологии, где в итоге вместе с напарником занял третье место в финале. Я полностью решил перепрофилироваться. Если до этого я считал, что я буду более технической специальности какой-то, то сейчас я уже больше решил себя видеть в сфере IT. Дальше я буду двигаться только в этом направлении, развивать какие-то проекты свои делать. Финал восьмого национального чемпионата молодые профессионалы проходит с 6 по 21 сентября. Из-за эпид-обстановки участники соревнуются в дистанционно-очном формате. Задача международного движения WorldSkills – сделать рабочие профессии привлекательными и улучшить стандарты подготовки кадров. Сегодня это не просто соревнования, но и целая система обучения, говорят специалисты. Губернатор Дмитрий Азаров и областные власти уделяют большое внимание развитию WorldSkills в регионе. Участие в таких проектах показывает заинтересованность региона в таких людях, в таких специалистах, которые непосредственно участие в нем принимаются. Соответственно, поддержка страны правительства также иллюстрирует наше стремление, чтобы данные специалисты, которые участвуют в этом конкурсе, в этом мероприятии, оставались здесь, в Самарской области и работали на ее благе. В этом году в России соревнования проходят по 130 компетенциям. Победители смогут попасть в сборную страны и стать участниками мирового чемпионата, который пройдет в Шанхае в 2021 году. Мэри Илчан, События. А теперь коротко о других темах этого дня. Сегодня в 7 утра в Самаре произошло ДТП с перевертышем. Как сообщают свидетели в соцсетях, автомобиль ехал в среднем ряду по улице Авроры в сторону одноименного торгового центра. Он устроил гонки с другим участником движения, в результате чего задел еще один автомобиль, но это его не остановило. Не снижая скорости, он выехал на бордюр и перевернулся на пересечении с улицы Гагарина. Водитель жив. В аварии пострадали только машины. А в воскресенье 13 сентября в Самаре также произошло ДТП с переворотом после того, как на пересечении проспекта Ленина и Осипенко столкнулись Лада и Део. По предварительной информации, 66-летний водитель отечественной легковушки ехал по проспекту Ленина и на перекрестке с Осипенко не пропустил автомобиль. В Самаре на месяц ограничили движение транспорта по дублеру улицы Антонова-Овсеенко. Речь идет об участке в районе дома номер 64 по улице Карбышева. Дорогу закрыли в 8 утра 14 сентября и планируют открыть только в 10 вечера 12 октября. Ограничение связано со строительством ливневой канализации. Водители просят выбирать пути объезда. Работа экспозиции «Дорога истории. Наша победа», посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны, продлится на день. Выставка должна была завершить свою работу 13 сентября, в День города. Однако в правительстве Самарской области решили, что музей на площади Куйбышева будет работать еще один день. У жителей Самарской области и гостей областной столицы появилась дополнительная возможность увидеть экспозицию. Самарская кирха приглашает на концерт камерной и органной музыки – от баха до пярта. У слушателей будет возможность вместе с исполнителями прогуляться по разным временам, эпохам и музыкальным жанрам – от барокко до современности. В программе произведения баха, локотели, лефебюра, вели, брамса, пярта. Концерты пройдут в пятницу 18 сентября в 18.30 и в воскресенье 20 сентября в 5 часов вечера. Новая рабочая неделя начнется с умеренной прохлады, сообщают синоптики. Днем в Самаре будет 19 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер будет дуть с юга-запада с порывами до 18 метров в секунду. Во вторник, 15 сентября, местами по Самаре области возможен небольшой дождь. Ожидается похолодание до 17 градусов. Ветер с северо-западный с порывами до 20 метров в секунду. К середине недели существенных изменений в погоде не предвидится. Температура в среду будет также держаться на уровне 17 градусов и ожидается дождь. Ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Кинотеатр под открытым небом. В день города самарцы стали зрителями фестиваля уличного кино. Он прошел в амфитеатре у Ладьи. В программу вошли 10 фильмов, которых нет в открытом доступе. Помимо Самары, среди 600 городов, где проходит этот фестиваль, Москва, Питер, Владивосток. Уникальное уличное кино увидела наша съемочная группа. Кино на свежем воздухе. Не только романтично, но и в ситуации распространения коронавируса еще и безопасно. В Самаре проходит фестиваль уличного кино. В программе 10 фильмов молодых российских режиссеров. Их задача – заявить о себе в короткометражке. В жюри – известные представители киноиндустрии. Но главный ценитель картин, конечно, зритель. Картины были сняты еще до пандемии, по большей части. Но в этом году, например, есть фильм про уже пандемию. От участницы, которую зовут Ян Ге. Она сняла фильм «Ничто не может помешать нам любить». Это зарисовка про любовь во время карантина. Фестиваль уличного кино планировали провести в середине лета. Но пандемия помешала планам. В итоге праздник любителей кинематографа прошел в Самаре в сентябре в течение двух дней. Фестиваль путешествует по всей стране. В списке участников более 600 городов. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград, города Приморья, Урала и Сибири. На фестиваль приходит более тысячи работ. Идет очень жесткий конкурс, отбор фильмов. И 13 сентября с 12 часов до 3 мы можем посмотреть произведения самарских кинематографистов. Зритель может проголосовать за понравившийся фильм, включив фонарик. Жюри посчитает голоса. Результаты во всех городах суммируют и определяют тройку призеров. После чего на церемонии закрытия будет объявлен народный победитель, который получит грант – полтора миллиона рублей на полнометражный дебют. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, События. Вместо зеленого газона – голубые экраны. На стадионе Самара-Арена прошел финальный этап регионального проекта «Лето с футбольным мячом». 26 спортсменов, которые прошли через сито отборочных соревнований, определяли сильнейших киберфутболистов в трех дисциплинах. Какой футбол больше нравится школьникам – реальный или виртуальный, спросили у участников наши корреспонденты. Региональный турнир «Лето с футбольным мячом» в этом году проходит в 12-й раз. Но из ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в этом году он состоялся в новом формате. И если раньше юные футболисты сами бегали по зеленому газону, то теперь управляют виртуальными игроками с помощью геймпадов и клавиатур. Кирилл Шумаков из школы номер 2 Большой Черниговки участвовал в турнире «Лето с футбольным мячом» в разных форматах. Говорит, что больше любит гонять мяч по полю. В киберфутбол играет редко – раз в неделю. Но признается, что это помогает осваивать тактические хитрости. «Мне больше нравится настоящий футбол, но легче виртуальный, потому что там есть тренировки понятные, интерактивные. В Чифе ты можешь играть два часа и уже начинаешь понимать игру». Соревнования начинали более 400 школьников друг против друга и играли в интернете. После отборочных игр только 26 спортсменов вышли в финальный этап, который проходил на Самаро-арене. А потому не обошлось на этом празднике и без настоящего футбола. На поле, где играют профессионалы, вышли капитаны команд, участвующих в турнире «Лето с футбольным мячом». Им противостояли звезды и легенды самарского футбола. «Сегодня Дмитрий Григорьевич Азаров, губернатор Самарской области, сделал нам подарок, футбольный подарок. Сделал возможность, чтобы мы здесь находились на лучшем мире в стадионе, в Самаро-арене». Победители определяли в трех дисциплинах, в зависимости от приставки, на которой играли юные спортсмены. Лучшим участникам вручили кубки, медали и новые геймпады, чтобы было на чем отрабатывать виртуальные приемы к следующему турниру. Организаторы отметили, что планируют теперь проводить «Лето с футбольным мячом» параллельно в двух форматах. Сергей Кизоркин, Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok